Каждый год Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области планирует обновить все больше многоэтажек. Вместе с планом организации удается увеличить объем выполненных работ, а также количество отремонтированных жилых помещений. Так, в 2020-м Фонд капитального ремонта нашего региона, согласно поставленному плану, отремонтировал 696 многоквартирных домов. В 2021-м их количество увеличилось более чем на 200. А уже в этом году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приангария планирует достигнуть показателя 1132 многоквартирных дома. Добрый вечер, в эфире телеканал АЭСТ, программа «Время вопросов». В студии для вас работает Юлия Кожевникова. Сегодня все мы стали более требовательны к условиям, в которых мы живем. Мы хотим видеть свои дома с красивыми фасадами, непротекающими крышами, надежными коммуникациями и новыми безопасными лифтами. Этот комфорт может обеспечить только планомерный и профессиональный подход к работе с жилым фондом. Ведь именно качественно сделанный капитальный ремонт может подарить новую жизнь вашему дому, сохранив в нем безопасность и комфорт. Сегодня в 19.00 и в 19.55 мы будем говорить о капитальном ремонте многоквартирных домов. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам в студию по номеру телефона 505020, а также принять участие в нашем голосовании, ответив на вопрос. Попал ли ваш дом в программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов»? У вас есть три варианта для ответа. Первый – да, капитальный ремонт был проведен. Второй – нет. Мой дом признан аварийным. И третий вариант – да, но очередь на капремонт моего дома подойдет нескоро. Я рада представить сегодняшних гостей в нашей студии. Это первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Роман Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. Анатолий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. И исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Валерия Кошечкина. Валерия Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Роман Андреевич, хочу вам первый задать вопрос. Череда коммунальных аварий в декабре. Артемовск, Слюдянка. Вот вы как раз сейчас вернулись из рабочей поездки из Слюдянки. Расскажите, во-первых, как там обстановка. И это, мне кажется, обратило такое внимание на то, насколько важно именно сфера ЖКХ обращать на эту проблему вовремя. Вообще Восточный Сибирь – такой суровый регион в части климата. Вот какая может быть особенность есть работы сферы ЖКХ в таком холодном регионе? Действительно, любая коммунальная авария, особенно та, которая затрагивает большое количество домов, жилых домов, квартирных домов, социальные объекты, находится на особом контроле и губернатора региона, и правительства области. Ночью работал на территории Слюдянки. Там произошел, к сожалению, двойной прорыв теплового луча. 400-й диаметр трубы, это значительный диаметр, были произведены достаточно серьезные работы по раскопке этой трубы и сварочным работам. К 5 утра эти сварочные работы были завершены, соответственно, начали заполнять трубу теплоносителем, прогревать и запускать два котла. Ожидаем, что к концу этих суток жители по-настоящему почувствуют увеличение температуры своих батарей в многоквартирных домах. То же самое касается и объектов социальных. Лично обошел ряд объектов, в том числе и больницу в Слюдянке. Температура и в коридорах, и в помещениях, где находятся лежачие больные, является достаточно комфортной, порядка 24 градусов Цельсия. То есть топились и обогревателями, тепловыми пушками, что позволило не разморозить трубы. И сейчас мы видим результаты этой работы, достаточно слаженной работы. Но в связи с тем, что авария достаточно долго устранялась, более 24 часов, вопросом расследования причин способствующих аварии занимается Ростехнадзор. Мы ждем результаты данной проверки. Также прокуратура области держит вопрос на поставленном контроле. Любые подобные аварии на поставленном контроле руководители субъекта. Соответственно, мы для себя и правительство области ставит приоритетом максимально быстрое завершение подобных коммунальных аварий с целью того, чтобы наши жители не ощущали такого дискомфорта. Конечно же, все коммунальные платежи будут перечитаны с учетом данной аварии. Покуда в регионе достаточно долго длится отопительный сезон, большое количество населенных пунктов находится на севере нашего региона, тот же Артемовский. Поэтому работа по подготовке к отопительному сезону, прохождению безаварийное, максимально быстрое реагирование на подобные аварии, наращивание сил и средств как материальных, так и по линии работников, ремонтников является приоритетом нашей работы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как правительство Иркутской области и фонд капитального ремонта взаимодействуют в случае режима ЧС? Я знаю, что именно фонд капитального ремонта проводил работы в Киренске, в Голумете. Вот когда вот как раз там случились проблемы и там была замена крыши, да, кровли, насколько я знаю? Этот год также является показательным в этой части. Летом текущего года была достаточно серьезная ветряная нагрузка в определенные дни. Они, соответственно, страдали муниципальное образование. Это, в частности, относится к городу Киренск, в Голумете. Там срывало крыши, в том числе с многоквартирных домов, из частного сектора. Здесь коллеги из фонда капитального ремонта брали на контроль многоквартирные дома. Так, например, по Киренску их было семь. Один дом попадал в краткосрочную программу на 2020-2022 годы. Остальные шесть домов нам необходимо было передвигать с будущих периодов на текущий год, для того, чтобы жители наши не ощущали достаточно долго этот дискомфорт. По постановлению о червячайной ситуации на территории данного города мы переносили данные дома и делали их летом и осенью текущего года. Это улица Озерная 4А, дом 6, 14, улица Партизанская 25, улица Воронинская 18, Сибирская 27. Последний дом на улице Сибирская, номер 27, пострадал больше всего. Там сорвало крышу вместе со стропильной системой. Здесь, конечно же, нам необходимо было максимально быстро реагировать на данную ситуацию. Начинали мы работы в августе, закончили осенью. Достаточно качественно эти работы были выполнены. В Голуметью, это улица Киров, 20, начали работы 20 августа, окончили 15 сентября. Меньше чем за месяц крыша была сделана. Здесь, повторюсь, важна слаженная работа сотрудников фонда капитального ремонта, сотрудников районной и местной администрации, для того, чтобы эти дома, которые запланированы на будущие периоды, перенести на программу текущего года, найти оперативно подрядчиков, заключить договор, провести эти работы, принять их вместе с нашими уважаемыми жителями и произвести оплаты. Работа по ускорению таких работ в чрезвычайных ситуациях нами обкатана, налажена, и мы, в принципе, готовы к подобным ситуациям и в будущем. Спасибо. Роман Андреевич, вы координируете работу фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Расскажите, пожалуйста, о показателях этого года. Мы ставим задачу по интенсивному капитальному ремонту на территории региона, нашему фонду капитального ремонта, по улучшению качества этих работ, по минимизации обращений граждан. По показателям, если говорить, мы из года в год наращиваем количество многоквартирных домов, которые попадают в нашу программу. Если говорить о цифрах, то 2020 год — это 696 домов, 2021 год — это 958 домов, и текущий год — это 1132 многоквартирных дома. Несмотря на увеличение количества жилых домов в программе, мы видим, что специалисты фонда справляются, у нас есть потенциал по наращиванию данной работы. Так, на текущий период 870 домов из плана текущего года мы закрыли, оплатили, ремонтные работы выполнены. Остальные виды работ, остальные дома мы дозавершаем. К концу года ожидаем полное освоение и кассы, и ремонтных работ, и, соответственно, приемку этих работ нашим уважаемым населением, которое проживает в этих домах. Кроме того, на особом контроле у нас работы по летовому оборудованию. Хотел бы отметить, что в 2022 году в многоквартирных домах Иркутской области фонд заменил 236 лифтов, при этом целых 80 подъемников из плана 2023 года. Мы, конечно, прогнозируем, планируем и работу на следующие периоды. Важным элементом этой работы является обследование многоквартирных домов с целью выявления их технического состояния, тех работ, которые необходимо и возможно спланировать на этих домах. И можно с уверенностью сказать, и большое спасибо специалистам нашего фонда, что план 2023 года полностью обследован нашими специалистами. По 2024 году порядка 45% домов мы обследовали. По 2025 году порядка 30%. Мы смотрим в будущее, видим те дома, те объемы, объекты, которые мы планируем для себя в следующие периоды и уже сейчас прогнозируем эти работы. Спасибо. До нас дозвонилась Галина Ивановна. Добрый вечер. Мы слушаем Ваши вопросы. Дом, в котором я живу, сдали в декабре 2014 года. Новый дом. Заселились. И капитальный ремонт мы платим с первого месяца, как заселились. Почти 3 тысячи в год. А когда будет капитальный ремонт, у нас неизвестно. Почему? И почему мы платим с первого месяца в новом доме? Какой адрес? Спасибо. Галина Ивановна, пожалуйста, назовите Ваш адрес. Слюзянка, Павлическая коммуна, 75А, квартира 16. Спасибо. Валерия Анатольевна. В Иркутской области не приняты так называемые каникулы для новых домов. Опять же, вот как раз в контексте предыдущего вопроса, это очень важно. Потому что новые дома начинают платить сразу же, как только они введены в эксплуатацию и внесены программу. Об этом нам сообщают органы местного самоуправления. И это, как показала практика, для них имеет значение именно в период, когда им нужно что-то доделать за строителями. Многие используют средства на спецсчете, потому что новым домам это, конечно, очень выгодно. Их срок в программе по межремонтному периоду не ранее 25 лет. Зато они уже сейчас со спецсчета могут сделать и благоустройство, и какие-то конструктивные элементы, которые не были предусмотрены строителями. Второй момент, это когда вот как раз чрезвычайная ситуация. Можно уже сейчас в любое время из фонда капитального ремонта устранить любую проблему, что с крышами, что с фасадами и так далее. И как показала практика, именно вот новые дома в 8-10 лет к нам очень часто стали обращаться. И требуется проведение ремонта. До нас дозвонилась Ольга Ивановна. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Моему мужу 82 года. А есть ли льготы у него по оплате за капитальный ремонт? Спасибо большое. Ну, до нас дозвонилась телезрительница. Давайте ответим. Спасибо, Ивановна. Вопрос мы вот тут во второй части будем очень предметно говорить. О начислениях взносов вы обязательно посмотрите. Да, конечно, льготы предусмотрены. Жителям старше 70 лет 50% от социальной нормы жилья. Если проживающие вместе пенсионеры или инвалиды живут, или отдельно проживающий пенсионер, обязательно нужно оформить субсидию через органы соцзащиты. Если старше 80 лет, то 100% от социальной нормы жилья. Вот я более подробно предлагаю поговорить о второй части в 19.55. Обязательно, Ольга Ивановна, смотрите. Вторую часть нашей программы. Валерия Анатольевна, я хочу вам задать вопрос. Какие работы проводятся в рамках программы капитальный ремонт многоквартирных домов? Давайте расскажем. Обязательные работы у нас прописаны и в жилищном кодексе, и в нашем областном законе 167 ОЗ. Это, в первую очередь, уже сказали сейчас, лифты. Газовое оборудование – это то оборудование, которое обеспечивает безопасность на доме. В крыши, подвалы, инженерные системы, инженерные коммуникации. У нас в Иркутской области в состав работ включено еще и благоустройство территории. И там, где дома содержатся хорошо управляющими организациями, или где большие дома, которые собирают достаточное количество фонда, они используют это и на благоустройство территории. Спасибо большое. Я бы хотела задать вопрос, Антолий Николаевич, вам. Сегодня у нас собственники, мне кажется, стали более требовательны. Мы все хотим хороших дорог, светлых улиц, беспребойную подачу электроэнергии. Что вполне логично, мне кажется, очень позитивно. Но в то же время можно это обеспечить все-таки, как я сказала в начале программы, таким планомерным, профессиональным подходом день ото дня. И это такая, наверное, совместная работа все-таки. Вот расскажите, в чем сегодня основная задача и Министерства, и Фонда капитального ремонта тех, кто, собственно, работает в сфере ЖКХ и с жилым фондом? Спасибо за вопрос. В самом названии Министерства звучит фраза «политика в жилищной сфере». Поэтому мы, конечно, работаем над тем, чтобы создать и обновить законодательную базу, предоставить возможности работать фонду по новым технологиям. Поэтому действительно сегодня программы, такие как, которые реализуют фонд капитального ремонта, которые реализуются в муниципалитетах, как безопасные качественные дороги, благоустройство дворовых территорий, общественных пространств. Вот когда, почему люди стали этим интересоваться? Потому что когда в комплексе делается такая работа, ну, таких примеров достаточно много. И поэтому отношение и к своему имуществу вообще у нас стало все-таки появляться у людей чувство собственника. Они хотят действительно, как вы и сказали, жить в достойных условиях. Вот когда в комплексе это получается, то эффект очень хороший. На сегодняшний день у нас, конечно, жилищный фонд, он разный. Разного годов, конструктивов и так далее. Где-то более комфортный, где-то есть у нас инфраструктура в домах, где-то ее нет на самом деле. Поэтому задача фонда своевременно вместе с министерством, у нас создана межведомственная комиссия по рассмотрению состояния домов, мы утверждаем программу трехгодичную на ближайший такой период планирования. Да, и где стараемся обратить внимание на те дома, которые требуют действительно буквально вмешательства в ближайшее время. Такая работа проводится. Сегодня могу сказать о том, что чуть-чуть изменилось. Наверное, даже не чуть-чуть, а вообще психология собственника. Вот я уже сказал, что чувство хозяина появляется. Ну хорошо, когда это и ответственность за свою собственность, когда люди берегут то, что для них сделано. Совершенно верно. И немалыми усилиями. Вообще эксплуатация жилья предусматривает две стадии. Это эксплуатация текущей и текущие ремонты. Многие не понимают, что такое текущий ремонт. Они иногда путают с капитальным ремонтом и капитальный ремонт. Когда уже затрагивают конструктивные элементы, это капитальный ремонт, реконструкция и т.д. Текущий ремонт, деньги примерно уходят точно такие же, как собирает фонд. Но здесь уже, и слава богу, активность жителей нашего региона повышается. Более требовательными становятся жители к тем работам, которые проводят управляющие компании. От них зависит, каким образом продлить жизнь нормальную дому. Когда мы выходим и обследуем, принимаем решение о том, что бывает ситуация, когда не хватает средств, собранных на счету дома, чтобы провести весь комплекс работ. Сегодня ситуация такова, что жители, рассматривая комплекс работ, который мы им предлагаем, они сами начинают просить, давайте сделаем еще этот вид, мы готовы дособрать эти деньги. Ну, это мы затронем отдельно этот вопрос обязательно. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Я бы хотела задать, Роман Андреевич, вам вопрос. Фонд существует у нас в Иркутской области 2014 года. У нас установлен минимальный взнос, который ни разу не повышался в этом плане. Наш регион, ну, таким является, да, рекордным, насколько я знал, Лерия Анатольевна. Правильно, поправляйте меня, если я не права. В этом году с 1 декабря взнос увеличен. Вот чем это обусловлено, скажите, пожалуйста, и будет ли это повышение в будущем? Понятное дело, что это обусловлено тем, что взнос не изменялся с 2014 года. Достаточно большой срок, за который, собственно, много что изменилось. Начиная от стоимости материалов, стоимости привлечения рабочей силы, стоимости логистики. Соответственно, здесь мы эту проблему достаточно долго обсуждали, в том числе с муниципальными образованиями, с ассоциацией муниципальных образований, с законодательным собранием. И пришли к такому решению, что повышение это не должно быть значительным, должно быть минимальным для того, чтобы наши уважаемые жители в минимальном объеме дополнительные деньги здесь привлекали на фонд капитального ремонта. Это незначительное повышение, если в цифрах говорить, от 60 до 98 копеек на 23 год. Наверное, это достаточно комфортная цифра. Принято постановление правительства Иркутской области от 30 ноября текущего года, номер 939 ПП, об установлении минимального размера взносом на капитальный ремонт общего имущества на квартирных домах, расположенных в территории Иркутской области, на 23 год. Что это даст? Это даст увеличение расчетного фонда отдельно взятого дома от 1 до 3 миллионов рублей. За эти средства можно сделать дополнительные виды работ или те работы, которые уже запланировались, в большем объеме можно выполнить. Соответственно, таким образом нам представляется, что мы обозначим увеличим и охват теми работами, которыми занимается фонд нашего жилого фонда, который действительно требует интенсивных капитальных работ, так и качество этих работ. Что немаловажно. Но ведь и план растет. Кажется, с каждым годом план значительно растет. У нас есть звонок. Екатерина Петровна до нас дозвонилась. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Екатерина Петровна, добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Да, здравствуйте. Можно уже задавать? Да, да, пожалуйста. Да, конкретно у меня вопрос к Валерии Анатольевне Кошечкиной. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, задавайте вопрос. Так, Валерия Анатольевна, это вот дом 247 по улице Байкальская. Я Екатерина Петровна Виноградова. Вы меня знаете. Несколько раз мы к вам обращались по нашему дому. Вот, озвучивали неоднократно наши вопросы, наши проблемы. Наш дом был, значит, капитальный ремонт был проведен в 2018-2019 годах. Большие дефекты были допущены по нашему дому, по капитальному ремонту. Да, 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 пожалуйста, ваш вопрос, Екатерина Петровна. В чем ваш вопрос? А, у нас сорвался звонок, мне подсказывают. Я могу, если можно, ответить в эфире, потому что этот дом действительно в 2017 году был сделан с большими проблемами. На него неоднократно мы выезжали за все эти годы. Он находился в судебных решениях. На сегодняшний день подрядчик установлены те меры, которые он должен устранить, установлены сроки, сделана экспертиза. И мы уже точно знаем, и сейчас контролируем ремонт, поэтому он будет сделан. Ну, то есть это вопрос о гарантии, о которой мы будем говорить тоже во второй части, поэтому у нас сегодня вот такой большой эфир, посвященный капитальному ремонту. Я добавлю, мы действительно этот адрес знаем, адрес на контроле не только фонда, но и министерства, и правительства области. Там действительно шли судебные разбирательства, вот они завершились. Слава Богу, в пользу наших уважаемых жителей. И мы надеемся, что в том числе с помощью этого судебного решения мы дойдем до логического финала. Спасибо. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, затем продолжить. Это келья бывшего Вознесенского мужского монастыря на Полярной 80. В этом году объект культурного наследия, построенный в 19 веке для монахов, значительно преобразился. Когда-то здесь располагались жилые помещения, и видно, что здесь была печь. А сегодня в подвале здания разместили инженерные сети. Но это не все изменения. К ремонту бывшего монастыря специалисты фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области подошли комплексно. И за три месяца полностью отремонтировали здания. Однако при проведении работ не обошлось и без трудностей. Здесь были выполнены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. То есть теплоснабжение, холодного водоснабжения и водоотведение. Все сети были в очень печальном состоянии. Подвал был частично подзатоплен. То есть подрядчики столкнулись с такими трудностями, как влага в помещении. То есть очень сильная. Потом были еще выполнены работы по ремонту подвального помещения полностью вместе с ремонтом отмостки и ремонт фасада. Впервые фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области удалось масштабно подойти к обновлению памятников истории и культуры регионального значения. Кроме объекта на Полярной 80 отремонтировали еще пять таких домов. На Полярной 88, Степана Разина 13, Лапина 25, Карла Липнихта 24 и Желябова 3. Все это было сделано благодаря областному бюджету. В этом году сумма, выделенная на эти цели, выросла почти в 10 раз. В 2020 году у нас областным правительством предусмотрена субсидия в размере 41-41 миллион рублей. И благодаря этому нам удалось вот эти шесть МКД, которые у нас есть, выполнить комплекс на капитальный ремонт. То есть все инженерные сети, все строительные работы, которые необходимо было выполнить, мы эти работы выполнили. В следующем году сделают еще больше. В плане на 2023 полностью отремонтировать девять таких домов. Все это делается для комфортного проживания иркутян в исторических зданиях. Для этого уже разработана специальная документация, учитывающая уникальность объектов. К тому же специалисты капремонта многоквартирных домов нашего региона отмечают, что ежегодно план, виды и объем работ увеличиваются. Мария Евстратова, Артур Рощупкин. Время вопросов. И мне подсказывает, что до нас дозвонился Алексей. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос такого свойства. Значит, при таких обстоятельствах, когда фонд капитального ремонта постоянно меняет адреса, постоянно меняются руководители, причем иногда не очень с хорошим, скажем так, последствиями. Люди платят. Вот у меня квитанция. Она подтверждает мои обязательства перед фондом капитального строительства. Что у людей остается? Какие обязательства у них перед населением? Давайте я так скажу. На самом деле фонд капитального ремонта – это не государственная организация, которая отдельным законом Иркутской области создана, но учредитель его в лице Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области как раз и осуществляет действия по гарантиям того, что фонд, что бы там ни происходило, несет ответственность, конечно, правительство в лице, в том числе и министерства. Поэтому я не совсем понимаю, что вас беспокоит, если конкретизируете вопрос. Ну, меняются руководители, бывает, это нормальная ситуация. Обязательства и средства, они не могут быть использованы на другие цели, в том числе даже и цели, которые бы хотело правительство занять денег у фонда и так далее. То есть это все оговорено федеральным законодательством, поэтому гарантией существования и работы, и обязательств фонда является правительство Иркутской области. То есть деньги, которые собираются в рамках взноса, фонд капитальный ремонт, они защищены, они не могут быть потратены ни на что другое, кроме как на капитальный ремонт фонда. Здесь гарантия, в том числе это федеральное законодательство и правительство региона. Я добавлю еще о том, что у некоторых тоже возникает вопрос, а за счет чего существует штат фонда, достаточно приличный. Это все за счет сметы, которую оплачивает правительство Иркутской области, не за счет денег жителей. Именно так. Регион содержит специалистов, специалистов, которые находятся и в головном офисе, это бухгалтеры, экономисты, а также тех специалистов, которые осуществляют приемку выполненных работ по всей территории нашего региона. Что достаточно сложная работа, требующая высоких квалификаций и навыков. Здесь, я думаю, что наш телезритель не должен переживать, потому что его защищает федеральный закон. До нас дозвонился Роман. Давайте еще пропустим один звонок. Роман, добрый вечер. Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. У нас спецсчет. Это напольное 113 дом. И когда мы занимались этим вопросом, приняли решение, чтобы нам сделали дом еще до 2021 года. Но никаких движений нет. Я думаю, что должна быть какая-нибудь процедура специальная, чтобы попасть в эту очередь, чтобы на нас обратил внимание фонд. Или должна управляющая компания этим заниматься. Хотел бы узнать. Спасибо. Спасибо. Роман, добрый вечер. Дело в том, что у спецсчета нет никакой очереди. У вас есть средства на спецсчете. Вы за счет этих средств можете делать капитальный ремонт частями. Не так, как фонд капитального ремонта. Если мы заходим, мы сразу делаем полностью крышу со всеми ее элементами. Вы можете принять решение у себя на собрании. Делать ее по подъезду, по блок-секциям. Или то же самое по другим конструктивным элементам. Поэтому вы сами у себя на собрании решайте и производите ремонт. Кого вы пригласите делать ремонт, это тоже ваше право. Спасибо большое за эту программу. Спасибо, что нашли сегодня время прийти к нам в студию, ответить на эти вопросы. У нас было много звонков, и мы не все успели, к сожалению, пропустить. Но я хочу отметить, что сейчас мы прервемся и сразу после выпуска новостей в 19.55 продолжим говорить о капитальном ремонте. Не переключайтесь, оставайтесь на месте. Продолжение следует... Продолжение следует...